Всем привет, меня зовут Маша, и в этом видео я расскажу, что обязательно нужно взять из лекарств в модельную поездку. Сейчас мы вместе с вами соберем модельную аптечку. Даже если вы собираетесь куда-то всего лишь на месяц, все равно лучше отнестись к этому делу очень ответственно и серьезно. Ну а перед видео я попрошу поставить вас лайк, прокомментировать это видео и подписаться. Мне очень важно знать, что мои видео вам полезны. Сначала я расскажу немножко про свой опыт. В первую поездку на 4 месяца я летела вообще особо без аптечки. Там бабушкам и дедушкам что-то кинули, я такая себе обеспеченная поехала. На самом деле все было хорошо, потому что я жила у... Знала, что я буду жить у родственников своих, у дяди, с тетей, и знала, что у них точно что-то есть из лекарств. Ну и как-то все прошло на самом деле без происшествий. А вот вторая моя поездка, я никогда не забуду, потому что она была в Париж, в агентство Форд. И это была зима, я зимой обычно всегда болею, ну болела. Сейчас я занимаюсь своим здоровьем, выздоравливаю организм, да, как-то болею реже. Ту-ту-фу. Вот, но тогда стабильно, каждую осень, каждую зиму я заболевала какими-то простудными заболеваниями. И, конечно же, не обошлось и в этой поездке без болезни. Так еще, помимо того, что я заболела, я еще упала в первую неделю. Еще у меня был синдром путешественника. Сейчас расскажу, что это такое. Начнем с того, что я упала буквально на четвертый-пятый день, мне дали это в посъемку. Я позировала на кубе, я снималась бесплатно полдня, я не получила фоток после этой съемки до сих пор, прошло на минуточку 7 лет. Вот, и к тому же я позировала на кубе, и он перевернулся, я упала, ушибла руку. И когда я пошла в аптеку, мне сказали, что без рецепта врача мы вам не продадим мазь. Я с собой особо ничего не взяла. Пару ферверксов, пару таблеток от горла, и все. И я, конечно, расстроена в чужой стране, мне не могут продать ничего в аптеке. Так устроена Европа, я не знаю, как в других странах, но мне кажется, что везде без рецепта врача, за границей ты особо ничего не купишь. Там, может быть, какие-то самые лайтовые препараты. И я пошла в агентство, агентство, честно, было все равно на меня, они меня послали к моему учителю по дефиле. Он побежал мне, купил мазь, купил пластырь. Во-первых, он знал, как это все на французском сказать. Я не знала, что за пластырь мне нужен был. Тогда у меня был телефон без интернета, я не могла прогуглить. Он пошел мне все купил, помазал руку, перебинтовал, и, в принципе, с рукой все в порядке. Зажила, все хорошо. Вторая проблема была, это синдром путешественника. Когда мы летаем, у нас случаются пищевые расстройства. То есть желудок иногда не выдерживает нагрузки от перелетов. Перелет — это огромный стресс. Насушится кожа, у нас портятся волосы, у нас не работает желудок из-за вот этого перепада давлений, очень сильных, которые есть в самолете. И у меня желудок просто встал. И я не взяла ничего от этого, я тоже страдала, пыталась как-то народными средствами поставить свой желудок, работать, пила масло натощак и так далее. Поэтому второй момент, который часто присутствует у всех моделей, которые много путешествуют и летают. И третий момент — это я заболела, мне поднялась температура. Ну, хорошо, что я хотя бы догадалась бы взять там немесил фирвекс и там таблетки от горла, как-то себя подлечила. Но тоже взяла катастрофично мало. И если бы болезнь мне затянулась, то мне бы ничего этого не хватило. Благо фирвекс можно просто пойти купить в аптеке, но там какие-то, если мне бы стало хуже, надо было пить антибиотики. Антибиотики никто мне без рецепта врача не выпишет. А врач, во-первых, вы записываете заранее, за неделю. За неделю может быть столько всего произойти, где может там плохо стать. И визит к врачу стоит где-то 100-200 евро, поэтому у меня даже не было таких лишних денег пойти к врачу. Просто не было денег. Да, модельные pocket money не слишком маленькие, чтобы так вот бац и отдать 100 евро за врача. Поэтому собираем грамотно нашу аптечку. Ну, начну я с самых азов, с подготовки к полету. Если вы боитесь летать, то я советую вам взять с собой драмину. Драмина принимается где-то за час до того, как вы взлетаете. То есть, допустим, вы приезжаете в Airward, проходите там первый чекин и принимаете таблеточку. Она длится 6 часов, и она снимает вот это вот волнение, тревожность, поможет избавиться от тошноты, обладает таким вот успокоительным, немножко сонливым эффектом. Почему это важно? Потому что, допустим, я первого своего полета не боялась. Если вы не боитесь, все, хорошо, летите. Но на всякий случай можно купить, просто бросить там с собой сумочку, которую вы берете в ручную кладь, которую вы берете с собой в самолет, чтобы оно на всякий случай просто было. Потому что у меня был один очень страшный перелет, безумно страшный. И после этого я себе купила этот препарат, когда возвращалась. Тоже он был в Париж, потому что с Парижем не связаны все страшные истории. И нас так шатало, у нас была такая турбулентность просто от середины полета почти до самой посадки. То есть она не прекращалась. Были воздушные ямы, сильная турбулентность, наш самолет качала вот так вот. И я обычно очень спокойный человек. Я столько летала, мне вроде бы ничего не было страшного. Турбулентность я любила, я такая прям, как на американских горках. Мне, наоборот, было скучно, когда самолет слишком ровно летит. А тут было настолько страшно, что мусульманки, они молились, дети плакали, все летели настолько, вот в глазах читался страх, а когда ты видишь, что другие боятся, то все, то тебе пипец. И я, насколько я обычно спокойная, я обняла своего соседа из Египта, парня, я уткнула с него в грудь, его так вот схватила за руки. Я спросила, типа, можно я вас обниму? Он такой, да-да-да. Он меня тоже обнимал, потому что я чувствовала, что ему тоже страшно. И настрое слово, до самой посадки. Это была ночь, еще не было видно, где земля, где вообще, что происходит. После этого полета я, на всякий случай, беру с собой дарамину, просто чтобы она была, даже просто ее присутствие в сумочке успокаивает. Поэтому, если вы боитесь полетов, вы летали, вам страшно ли вы не летали, и вы волнуетесь, то возьмите с собой, лишнее не будет. Идем дальше. Если у вас чуткий сон, вы плохо спите, возьмите Данармил. Это снотворное, оно помогает при джетлаге, потому что, когда у нас смена поясов, когда вы из Украины или России летите в Америку, то у вас организм просто в шоке, что вообще происходит. И хотя вы сильно устанете после полета, вы просто не сможете уснуть, потому что у вас в России день, да, и организм еще не перестроился. Поэтому возьмите, выпейте Данармил. Оно быстро вас успокоит и имеет такой вот прям сонливый эффект. И я думаю, после него вы будете спать очень крепким сном. И также иногда, когда слишком много работы, и вы слишком перевозбужденные после показа или после съемки, вам нужно выспаться, тоже можете принять. Потому что сон это безумно важно, без хорошего сна вы не будете выглядеть хорошо. Все будет отечно, будьте никакие под глазами, а для моделей это вообще не нужно. Также, честно, часто бывают очень шумные соседки. Я не завидую, если вы плохо спите. Я сплю в принципе нормально, но тем не менее, у меня есть кот, поэтому я сплю и в перушах, и в маске для сна. Потому что кот мой постоянно у меня будет в 5-6 утра. Если у вас тоже есть такая проблема, вот, шорохов, просыпайтесь, то лучше возьмите с собой снотворные. Дальше разберем, какие мази нужно взять. Спасатели мы берем обязательно, потому что при любых укусах, там, челы, комары, синячки какие-то, ожоги, или наоборот, перехлаждение кожи, мы там мажем это все спасателем. Дальше я бы взяла еще синяков, потому что синяки на моделях, на ногах наших, наше тело это наша работа, это наши деньги, да. Поэтому желательно не ходить с какими-то огромными синяками, себя беречь, вот. И точечно на синячок мы мажем синяков, чтобы он побыстрее прошел. Где-то с синяковом, с этой мазью он проходит где-то за 2-3 дня. Дальше в любую поездку, особенно если это поездка, там, Сингапур, Гонконг, Малайзия, в общем, азиатские страны, где сильно солнышко, я беру свой пантенол. Я думаю, не нужно объяснять, что он от ожогов и от того, что, допустим, вышли позагорать и забыли намаз с СПФ, хотя я это не рекомендую, да и по контракту нельзя загорать с моделем, да, но там где-то перегрелись, носик, щечки у нас горели, поэтому быстренько пантенолом, чтобы вся краснота прошла, и вы смогли работать. Я также советую взять мазь, которая называется Каниспор. Последняя мазь, которую обязательно нужно взять в каждой модели, это мазь от грибков, потому что, к сожалению, в модельной квартире живет много людей, и все они босиком моются в душе, в ванне, и очень легко подхватить какой-то непонятный грибок. Честно, модельные апартаменты плохо убираются уборщицами, там нет стрельности, нет кристально чистой чистоты. О, масляное масло получилось, ну ладно, вы поняли мой посыл, что там не сильно гигиенично, поэтому я всегда принимала вообще душ в последующих поездках в тапочках. Очень боялась заразиться грибком, для меня это прям неприятная болезнь, поэтому я не снимала тапочки никогда в душе, в ванне, и прям в них залазила в ванну. Но на всякий случай лучше с собой взять, потому что заразиться какой-то фигнёй реально очень просто. Дальше возьмите с собой бинт, если вы там что-то ушибли себе, и обязательно, сейчас прям эррор-эрор важная информация, возьмите с собой как можно больше пластырей, потому что ноги убиваются просто безумно быстро. Конечно, можно пластырь купить в любой аптеке, в супермаркете это несложно, но всё равно пускай у вас всегда будет с собой в сумочке пластырь перед работой, перед показами, всегда дают обувь меньше, всегда обувь шмёт, даже если она вашего размера, то всё равно мои косточки натирали сильно, поэтому пластырь это прям, берите штуки 4-5. Дальше поговорим про обеззараживающие средства. Я всегда с собой обязательно беру хлоргексидин, и этим хлоргексидином я промываю кисти, то есть я сначала их помыла шампунькой, шампунем, да, не мылом, чтобы наши кисти оставались мягенькие, приятные к лицу, помыла шампунем кисти, и потом буквально на 5 минут вот в такой стаканчик с водичкой добавляю туда хлоргексидин, и оставляю эти кисти в этом растворе, чтобы они именно обеззаразились, убили все неполезные микробы и бактерии. Также, если вы пользуетесь бьюти-блендером, я точно так же оставляю бьюти-блендер помочиться в этом растворе, и также, когда я понимаю, что у визериста были грязные кисти, мне что-то не нравится, что-то было слишком грязно, что прикасалось моего лица, или какие-то высыпания на лице мелкие, я заметила, я еще, ну вот, смывая косметику, это все грязно у себя, и протираю еще лицо хлоргексидином, когда чувствую, что это необходимо. Также я беру с собой средство, аптечное средство, вообще недорогое, но оно мне очень помогает, это зеркалин, это именно точечно от прищиков, не на все лицо ни в коем случае, нет, это именно точечно от прищиков. Бабушка у меня советовала всегда брать эфирное масло, чайного дерева, но честно, оно мне не так сильно помогало, вот зеркалин, точечно на прищиков нанесла, и оно уже на следующий день, ну, выглядит намного лучше, подсыхает, уже менее красный. И дальше информация для аллергиков, если у вас есть какие-то мельчайшие проявления аллергии, лучше возьмите с собой Эдем, он недорого стоит, пускай всегда у вас будет в аптечке, потому что я аллергик, а у меня аллергия на амброзию, поэтому, если я собираюсь куда-то, я на всякий случай кладу, еще у меня муж мой аллергик, поэтому вдвойне нам нужно это средство. Я люблю Эдем, потому что, в принципе, он мне всегда помогает, и слышала отзывы, что кому-то не помогает, кому-то он слабоватый, но если вам слабоватый Эдем, то можете взять цитрин, допустим, потому что и то, и то, это средства третьего поколения, они действуют точечно, и не имеют такой сильной побочки, как средства первого-второго поколения, да, то есть вы не будете там сильно засыпать, как большинство средств от аллергии, а будете, в принципе, бодочком, и симптомы проходят, в принципе, в течение получаса-часа. При головной боли, при резкой зубной боли, я думаю, что мы знаем, что мы принимаем страмон, или бупрофен, мы не терпим головную боль, мне это научили еще родители с детства, да, лучше не терпеть, не прикладывать там листик подорожника, а принять таблетку, ну и также очень неприятная тема в модельных поездках, это зубная боль, у меня была зубная боль резко адская в Турции на контракте, и прям бупрофен мне очень помог, и пришлось записаться к стоматологу именно в Турции, это стоило кучу денег, поэтому переводите свои зубы в порядок до поездки. Я всегда так обычно делала, но что-то там решила, да, ладно, зуб побаливает, потом посмотрю, я ехала ненадолго, только на месяц в Турцию, и случилась вот эта неприятная ситуация, и пришлось лечить прям там. Дальше я говорила уже, что я всегда с собой беру немесил или фирвекс, или же мультигрипп, мультигрипп я даже сейчас больше люблю, потому что все-таки немесил и фирвекс, они имеют побочку, а мультигрипп более такое натуральное средство, это порошочек, который мы растворяем с теплой водой, кипятком, да, и выпиваем, это при малейших, при малейших симптомах простуды, у вас температура поднялась, у вас болит горло, нос, да, там важная съемка впереди, вы не хотите идти дома, то приняли, выпили и пошли. Ну и дальше, когда мы заболеваем, у нас обычно болит горло, поэтому я всегда с собой беру дикотелин и более натуральные, натуральную вариацию этих таблеток Исла, где просто исландский мох и все такое болезненькое, натуральное, это от боли в горле. Также я обязательно с собой беру какой-то спрей или сиропчик. Мне нравится Доктор Мом, который тоже позиционирует себя как такой более-менее натуральный, или такая обшикалка есть красная, Аросепт. Она мне... Так, фокус, не убегай, пожалуйста. Аросепт мне очень нравится тем, что он такой сладенький, поэтому я прям его очень люблю. И в принципе довольно быстро помогает. Также при боли в горле помогают полоскания. Полоскание можно делать как морской солью, я думаю, что в каждых модельных апартаментах она есть так и с содой, так и можно взять с собой небольшую баночку ротокана, это экстракт ромашки, и полоскать этим экстрактом, ну разведенным с водой, горло. При насморке, если у меня забит нос, я предпочитаю тоже такие натуральные спрейчики Аквамарис или Хьюмер с морской водой, это безумно полезно. Вот, я пшикаю там носик, и в принципе тоже довольно быстро проходит и не имеет никаких побочек. Также обязательно, вот сейчас пункт прям важный, берем то, что нам поможет при пищевых отравлениях. И это вообще проблема с желудком, потому что мы прием в новую страну, мы начинаем пробовать новые блюда, что-то такое жирное или тяжелое, или там какие-то экзотические фрукты. Не у всех эти фрукты перевариваются, а мы там где-то в Сингапуре, и нам хочется попробовать и личи, и папайю, и манго, там еще какие-то штуки. Вот, поэтому очень важно взять с собой смекту, или ктеверный уголь обычно, что кому помогает. Мне заметила, что очень нравится смекта, потому что довольно быстро пищевое отравление проходит. Также можете взять с собой мизин, потому что иногда мы переедаем, нам плохо, мы понимаем, что вот это вот десерт был явно лишний, и мизин при этом помогает. Возьмите с собой обязательно сенады от синдрома путешественника, потому что, как я узнала, у девочек на самом деле много кто этим страдает, ничего там такого нет, поэтому возьмите сенады для того, чтобы он послаблял кишечник, и вы смогли исходить в туалет. И напоследок скажу, что обязательно берите с собой всякие разные витамины, они нам очень помогают повышать иммунитет и не заразиться чем-то, не болеть. Обязательно берите с собой магний, потому что часто очень много болезней просто из-за того, что у нас недостаток магния в организме. Берите витамин D, это жизненно необходимый тоже витамин C, принимайте при застуде, при, ой, застуде, при заболеваниях, ну и просто можно его принимать как профилактика. Берите с собой обязательно рыбий жир, он безумно полезный. И будьте здоровы, я желаю вам не болеть в модельных поездках, в этом ничего прикольного нет, когда вы далеко от дома, ходить по врачам или болеть в модельных апартаментах, в этом ничего веселого. Поэтому берегите себя, берите с собой модельную аптечку и смотрите мои видео. До скорой встречи! Субтитры подогнал «Симон»! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова